Прожарка Светова, 1 доллар, 200... Так, ну тут два вопроса сразу, я их одновременно зачитаю, потому что они связаны тематически, как мне видится. 200 тысяч Тарасов уже отправили свой вопрос, еще миллион на подходе, вы готовы? Первый, Михаил, вы за Дованкова? И второй, почему Михаил никогда конкретно не отвечал на вопрос, что делать? Были только расплывчатые формулировки за все хорошее против всего плохого? Это неправильно, давайте с Дованкова начнем. Нет, я не за Дованкова, я вообще считаю, что выборы крайне неинтересные, крайне предсказуемые, и вот вся эта буря в стакане, которая разводит КАЦ, она у меня скорее раздражение вызывает. Но при этом сходить на выборы, оставьте галочку, за кого считаете нужным, считаете нужным за Дованкова, пожалуйста, на этих выборах ничего не решается. Так, эту часть ответила. Вторая часть по поводу конкретных предложений. У меня было несколько конкретных предложений за последние два года. У меня было конкретное предложение антивоенному движению. Сделать все для того, чтобы и для антивоенного движения, и, соответственно, в том числе для правительства Украины, где я говорил, что самая лучшая политическая стратегия, которую можно было взять, это попытаться отколоть общество от режима Путина. То есть Украина должна была, окей, должна сейчас вырвать твои подписчики, они меня не любят, вырвут из контекста, переформулируют. На мой взгляд, самым умным, что могло сделать украинское правительство, это создать на территории Украины пространство, в том числе, где антипутински настроенные русские люди могли бы чувствовать себя дома и таким образом сделать из Украины плацдаром для борьбы против режима Владимира Путина на всей территории России. То есть сценарий, если угодно, острова Крыма, но чтобы финал был нормальный. Это позволило бы Украине сконцентрировать гораздо больше ресурсов, это позволило бы Украине представить эту войну как гражданскую, а как не войну двух противоборствующих государств, что Украине и для сохранения собственной автономии было бы невероятно выгодно. Но эта ошибка была совершена. Этот сценарий уже не реализовался, но это конкретный сценарий, к которому я призывал, в том числе на первом эфире «Маргинала», где мы довольно серьезно на эту тему ругались. Это было конкретное предложение. Я считаю, что это была абсолютно верная, абсолютно разумная политическая стратегия. Сегодня, к сожалению, к ней обращаться уже поздно. Этот поезд ушел. Это к вопросу о неактуальности некоторых идей. Но да, это было конкретное предложение. Вы от меня его слышали на эфирах «Маргинала», на моих эфирах везде. Я очень старался, чтобы эта идея как-то срезонировала. Но Украина отколола часть населения Российской Федерации от Путина и даже дала им оружие. То есть я как бы не понимаю немного эту претензию. Ну давай еще раз мы этот разговор обсудим, что РДК – это вооруженная сила в составе вооруженных сил Украины. Ко мне на эфир приходил Вайт Рекс и прямым текстом называл Украину своим новым домом. Прямым текстом же говорил, что он воюет за этот дом, а не за Россию. Я не считаю РДК, это пиар-проект, называй какой же. Это не значит, что они там не воюют на самом деле. Они воюют на самом деле. Это нормальное боевое подразделение. Оно просто не имеет никакого отношения к силам, которые выражают чаяния общества в России. Почему? Потому что эти чаяния невозможно реализовывать одновременно с тем, как на Украине уничтожаются памятники русским писателям, уничтожается, вымаривается история, наша общая история с улиц и из программы учебной. Поэтому эти две вещи вместе сосуществовать никогда не могли. И именно поэтому, кстати, и РДК не срезонировал, как такое боевое подразделение, которое было бы способно вокруг себя кого-то объединить. Потому что вот в этом контексте они были, если угодно, политически кастрированы. То есть проблема в том, что улицы советских названий переименовали, и поэтому... Нет, это не проблема, это отношение политической элиты Украины к русским людям. Это проблема. Снова, ты можешь говорить, что это справедливо, ты можешь говорить, что они никому не обязаны. Я с этим спорить не собираюсь, они никому не обязаны. Нет, здесь дело не обязано, не обязано. Дело просто в том, что интересное такое российское общество. То есть вот в РФ человека волокут в околоток и в жуку шваброй. А в Украине, значит, переименовали там, закрыли какой-нибудь музей Жукова и переименовали какую-нибудь улицу там, не знаю, Рокоссовского или еще какого-нибудь ху-льсоса. И для русского человека гораздо более обидно, что попрали в Украине память Георгия Константиновича, маршала Победы, чем то, что его в любой момент могут выжать бутылкой в жуку родные русские мусора. Ну да, либо родные украинские мусора могут тебя, значит, свинтить на улице и отправить на мясо на фронт, и мы видим, как это происходит на Украине. Я не понимаю... Защищать свою страну. Я не понимаю, как ты можешь проводить эту параллель, это просто глупость. Это же идиотизм, ты же понимаешь. То есть вот есть страна, на которую напали, в ней проходят мобилизации. Ты это сравниваешь с тем, что за репост в ВКонтакте тебе могут бутылку засунуть. Потому что люди воюют за родину, а не за государство. И разумеется, никакой республики на Украине нет. Ее не было, ее никто не собирается строить. Потому что правительство Зеленского, оно не является выражателем чаянии, надежд, мечт и воли украинского народа. Я не об этом говорю, я говорю, но страну напали, где проходят мобилизации. А что такое страна в отрыве, в таком случае, в случае с Украиной, да? Что такое страна в отрыве от правительства Зеленского? Государство, страна это территория, населенная людьми, объединенная культурой, объединенная языком, ну как бы и так далее. Ну, в данном случае двумя языками, объединенная, в случае, если мы про Украину говорим. Нет, объединенная одним. Нет, вот видишь, если ты хочешь на эту тему зарубиться, мы, конечно, можем, но это будет бессмысленный совершенно разговор. Объединенная двумя языками, просто один из этих языков вымаривается, потому что как раз выталкивается одна... Нет, это дополнительный язык, это иностранный язык. ...который воспринимает Украину как свою родину. И в этом смысле, да, как раз удивительно, насколько в унисон говорит кремлевская и украинская пропаганда, когда описывает происходящие на Украине процессы культурные. Ну, это передергивание. Я также могу сказать, что в унисон Навальный говорил с кремлевской пропагандой, и тоже там миллион примеров привести, это все ничего не значит. А, значит, в плане объединенная там двумя языками, или что, русский язык для Украины чужой язык. Много людей на нем там говорит, это правда есть такое. Ну и что дальше? В США много на испанском говорит. В этом контексте, конечно, интересно понять, какие же тогда притязания есть на Крыму, Украины непонятные совершенно, потому что уж где-где в Крыму на украинском никто не говорит. Ну, притязание на Крым, то, что был подписан договор в 90-х о том, что Российская Федерация не имеет претензий к территориальной целостности Украины. То есть мы обращаемся здесь к международному праву вдруг ни с того ни с сего, да? Понятно, то есть без них некая концепция, за что люди воюют, да? Да, вот к тому, что просто крепостные собрались на Крыму, да, и их нужно приписать по украинскому правительству, потому что бумажка так в 1991 году сказала. А при чем тут крепостные? Они не закрепощены, они могут уехать, если им что-то не нравится. Нет, подожди, они там коренные жители, коренные жители Крыма. То есть то, что они коренные жители, это закрепляет их за Крымом. То есть крепостными их называешь ты, получается? Нет, крепостными их называют как раз государство, как российское, так и украинское, когда, ну, на самом деле, просто в твоем контексте это особенно усиленно, потому что ты начал с того, что Украина – это пространство единого языка. Ну, в таком случае Крым к украинскому пространству не имеет никакого отношения. Страна – это пространство в том числе и единого языка, да, есть такое. Ну, там есть еще культура. Ну, там языка, да, еще культура, которая тоже в Крыму другая. Ну, почему? Она к одному культурному конкретному. Континууму принадлежит. Там постепенно, 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 постепенно оно все меняется. И в диалектном плане, и в плане там национального костюма. Вот от запада на восток, от севера на юг. Это уже путинские тезисы абсолютно. Ну, да, вот, соответственно, будет меняться территория. Я имею в виду, что в любой европейской стране, в любой европейской стране есть и культурный языковой континуум. То есть, если мы возьмем вообще какие-нибудь романские языки, да, португальский, испанский, французский, итальянский, там языковой континуум идет вот от португальского языка к диалектам итальянского. Если вот от деревни к деревне ехать, вот из Португалии через Испанию, через Францию, через Альпы, значит, в Италию, то от деревни к деревне будут неразличимы, будут неразличимы диалекты. Но периодически путешественник будет задаваться вопросом, а почему внезапно, все говорят, уже на испанском. То есть, а вот был Кастильский испанский, а сейчас другой какой-то. А почему сейчас внезапно образовался французский? Я просто не понял, какое отношение к Крыму имеется? Это называется культурный континуум. Это нормально для Европы. Культурный континуум, а Крым из Украины его нет. В России такого нет. Поэтому русскому человеку это сложно понять, потому что в России ничтожная диалектная вариативность, культурная вариативность и так далее. Ну, за исключением оккупированных народов, конечно. Которые, понятное дело, отличаются фундаментально. Ну, там, якуты, чеченцы и так далее. Это, понятное дело, не русские. Это совершенно другие люди. Значит, если мы посмотрим на любую европейскую страну, возьмем Германию, например, или Италию. Там от региона к региону взаимно неинтеллигибельные диалекты немецкого. То есть, если взять вот баварский и взять какой-нибудь из северных диалектов, они ни хрена не помогают друг друга на слух не понимают просто. И ничего, нормально все. Взять итальянский еще хуже ситуация. Потому что, опять-таки, из разных концов Италии люди на слух друг друга не очень понимают. Это потому, что диалектный континуум. Про английский я вообще молчу. Где в пределах одной только Англии, не всего острова Великобритания, или тем более всего Соединенного Королевства, а одной только Англии. То есть, без Шотландии, без Уэльса и тем более без Северной Ирландии диалект английского взаимно неинтеллигибельный. Обычные традиционные диалекты, то есть, без там, мигрантов из Карибов и так далее. Я просто не понимаю, к чему ты это говоришь. Я согласен с этим. Я к тому, что различия между разными регионами Украины, они вписываются как раз-таки в эту модель. То есть, ты хочешь сказать, подожди, вопрос в таком случае. Ты хочешь сказать, я просто, чтобы зафиксировать, да, ты хочешь сказать, что в Крыму говорят не на русском языке, а на диалекте украинского? Ты к этому что-то говоришь? Нет, я к тому, что Альзас когда вернется, там, немцам каким-нибудь, или еще что-нибудь в этом роде. Или давайте отчуждим какую-нибудь эту, где кельтоязычное население во Франции, которые на бретонском говорят. Вот эту хуйню какую-нибудь отсоединим, потому что язык другой совершенно. Ну, господи. Ну, как бы полно таких стран. Я просто не понимаю твоей тезис. Ну, есть страны, в которых несколько языков. Совершенно верно. Украина к таким относится. Да. И, в частности, это коренное население Крыма, если мы возвращаемся к Украине, это один из языков Украины. Это малый язык, да. Все верно. Малый язык, на котором живет, говорит, больше половины населения страны. Это, конечно, хорошо. Ну, сейчас уже меньше будет говорить. Ну, потому что Крым больше не часть Украины. Не, потому что люди переходят просто на украинский. Русская культура, она доказывает. Очень полезный в быту язык, я понимаю. Ну, русская культура уже показала, насколько она полезна, потому что приверженцев русской культуры, русская культура просто погнала на амбразуру, блядь, и всех убили в пизду. Еще в 22-м году. То есть, я что-то как-то не замечаю. На Украине, на Амбразуру, соответственно, бросают кого? На Украине вот эти вот все... Мы же начали разговор с мобилизацией, да, из того, какое количество людей бросается на амбразуру. И тезис мой был гораздо проще, чем вот то, что ты сейчас развел. Я сказал, что украинское государство не претендует, не является республикой, не претендует на то, чтобы стать республикой. И ни в коей мере, на мой взгляд, да, не является выразителем интересов украинского народа. Со мной украинцы могут поспорить, окей, считайте, а в таком случае идите добровольцами. Люди, которых ловят на улице, как буквально скот, как это происходит в России, это как в России абсолютно скотское поведение, так и на Украине. Я не понимаю, зачем искать этому вопрос. Есть разница, мобилизация в стране агрессорий и мобилизация в стране, которая защищается от интервенции. Ты просто рассматриваешь человека как собственность государства. Но я с этим не согласен, что тут обсуждать вообще. Ну, ты против мобилизации, ты хиппи. Всегда был. Нет, я не хиппи, я либертарианец. Я против мобилизации, разумеется. У человека должна быть возможность, даже по твоей, я думаю, логике, покинуть страну без права возвращения, для того, чтобы не участвовать в войне. Ну и всем миром будут править тираны, вроде Сталина и Гитлера таким образом. Не будут, не будут. Без мобилизации любой режим идет в войне против славянного третьего рейта. Я давай еще раз повторю свой тезис. Еще раз повторю свой тезис, что условием неучаствования в войне должно быть, как бы, переформулирую. У человека должна быть возможность стать изгоем, отказаться от гражданства в стране, для того, чтобы не участвовать в войне. Я не согласен с тезисом, категорически не согласен с тезисом, что страны свободные не будут обладать необходимым мобилизационным ресурсом в такой конфигурации. Что значит мобилизационный ресурс без мобилизации? Это значит, мобилизационный ресурс, значит люди, которые готовы, во-первых, добровольно служить в армии, во-вторых, не готовы предавать себя астракизму для того, чтобы избежать мобилизационной повинности. Потому что мобилизационная повинность в рамках республики, да, это совершенно нормальное явление, что человек принимает для себя решение быть частью республики и идет воевать, когда республика поддается, подвергается нападению, подвергается угрозе. У меня нет к этой конфигурации никакой претензии до тех пор, пока у человека есть свобода выхода, когда он может вместо мобилизации выбрать астракизм. Вот Украина сегодня не позволяет украинцам выбрать этот путь... На каком-то альтернативном глобусе живешь, никогда в истории планеты такого не было и никогда не будет. Если ты можешь погнать людей против их воли на войну, ты всегда победишь режим, у которого такой возможности нет. Даже в Соединенных Штатах Америки до сих пор есть закон об обязательном призыве в армию в военное время. То есть ты, когда становишься гражданином, ты подписываешься на Selective Service. Ну я не совсем понимаю, когда ты становишься гражданином, должна быть процедура, конечно, выхода из гражданства, которая позволяет избежать мобилизации. Я не согласен, то есть я сейчас с тобой не какой-то исторический экскурс устраиваю. Я тебе объясняю мое отношение к мобилизации, мое отношение к обороне стран, и я с ключевым тезисом просто категорически не согласен. Я считаю, что в условиях, когда перед человеком стоит выбор между астракизмом, отказом от гражданства и невозвращением, и участием в оборонительной войне, в случаях обороны республики выбор подавляющего большинства людей будет делаться в пользу защиты республики. Украина просто не является республикой. Из Украины действительно никто не хочет воевать добровольно, потому что она не выражает интересы украинцев. Интересы украинцев в Польше выражают... Да, я вижу, как никто не хочет воевать. Соединенные Штаты выражают интересы украинцев, как и русских, выражают гораздо лучше, чем режим Владимира Путина, либо правительство Зеленского. И там через запятую много-много стран нужно перечислить. Я вижу, как никто не хочет воевать за Украину. Ну, как бы, да, включаешь новости, смотришь каждый день. А, да. Давай на этом и согласимся. У меня какие-то другие новости, я просто Russia Today не очень смотрю. У меня больше телевизора дома нет, так что захотел бы, не посмотрел. Я не уверен, что Russia Today есть на тех... Хотя на российском есть, наверное. Следующий вопрос. Локи, один доллар. Чем русский артиллерист, бомбящий мирные города и убивающий сотни невинных людей, отличается от сотрудников СИН в колонии, где умер Навальный? Понятно, русский артиллерист – это наш мальчик, а вот СИНовец – это коварный убийца. Это другое. Понимать надо. Абсолютно такая же логика, что человек, который совершает преступления, будь то во СИНе, будь то на фронте, он является преступником. Деление на людей, которых я защищаю, и людей, которых я обвиняю, оно проходит буквально по линии преступления. Если человек преступник, он мой враг. Если человек жертва преступления, он мой друг. И здесь нет никакого противоречия. Я не понимаю, почему твои зрители, они с таким трудом его нащупывают. Это очень простая мысль. Вот человек жертва преступления, значит, мы пытаемся в меру своих ресурсов, сил выступить в его защиту или хотя бы сказать слова в его защиту. А если человек совершает преступление, в этот момент мы не ставим под сомнение, что жертва, во-первых, имеет право обороняться, во-вторых, мы его обвиняем. Так артиллерист, он жертва в той же степени, что и ФСИНовец, который убивает Навального. Нет, ну, во-первых, разница большая. В ФСИН пока не призывают мобилизованных, и, соответственно, все, 100% людей, которые работают во ФСИНе, они это делают добровольно. А если контрактник артиллерист? Да, у меня отношение к контрактникам и мобилизованным разное. Мы это обсуждали много раз на твоих эфирах. Я считаю, что мобилизованные, да, это безусловные жертвы путинского режима. А контрактники, а это люди, когда они совершают преступление, они, конечно, совершают преступление. Окей, то есть желательно все-таки заранее знать, контрактник он или нет, для этого мысленного эксперимента? Нет, нет, для жертвы, для жертвы артиллерийского обстрела, для обороняющейся страны совершенно безразлично, кто и по какой причине в нее стреляет. Право обороны она от этого не теряет, ни в какой форме. Я никогда не отказывал Украине и обороняющейся стране в праве обороняться. Твоя аудитория просто меня настолько не любит, что она как бы не слышит, когда я это произношу. Я это произношу постоянно. Я никогда не отказывал Украине в праве обороняться, украинцам в праве обороняться, давай так лучше еще скажем. И абсолютно не важно, наставлено на них ружье человеком подневольным или человеком, который сам решил это ружье поднять в момент обороны. Все, что интересует обороняющейся сторону, это спасти свою жизнь. Совершенно разумеется, это так. Понятно. Следующий вопрос. Ублюдок 1-4. Итак, понятно. 1 доллар. Как вам акция, предложенная женой Навального, а именно прийти постоять на выборном участке, это свергнет путяру. А как вам идея проголосовать за Дави Ванькова? Это предложение не Навального, это предложение Максима Резника, который вроде подхватил. Деньги не плати, 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 Субтитры сделал DimaTorzok